Он потребовал исключить в Россию из G8, приостановить переговоры о партнерстве между Евросоюзом и Москвой и вообще перестать выдавать россиянам визы. Так отреагировал Дэвид Кэмерон на российско-грузинскую войну. Новый премьер-министр Великобритании еще 16 августа 2008 года приезжал в Тбилиси, чтобы, цитирую, поддержать одну из новейших демократий. Изменятся ли взгляды Кэмерона на новом посту и как оценивают в Грузии дальнейшее сотрудничество между Лондоном и Тбилиси? Ответы на вопросы искала Кристина Георгобияни. Дэвид Кэмерон самый молодой за последние 200 лет глава британского правительства. Ему 43 года, а за последние 13 лет впервые премьер-министром англичане выбрали консерватора. Он прямой потомок короля Вильгема IV, выпускник престижного Оксфордского университета. Его карьера – это история большого успеха. Кэмерон прошел путь от сотрудника исследовательского отдела консерваторов до одного из самых популярных лидеров партии. Пришел его звездный час. Даже из шотландца может получиться толк. Надо отловить его молодым. Так известный английский острослов 18 века поэт Самуэль Джонсон с иронией отозвался о шотландцах. С 11 мая Британия получила нового премьера – шотландца. И отловить его удалось молодым. Получится ли толк? И какова будет политика Кэмерона, гадают во всем мире. Официальный Тбилиси пока ограничивается короткими и формальными заявлениями. Мы приветствуем выбор англичан. Наши отношения были интенсивными. Надеюсь, они будут такими и впредь. Великобритания – дружественная для Грузии страна. Москва или США. По мнению грузинских экспертов, новому правительству в Великобритании придется правильно расставить приоритеты. Только после этого можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие взаимоотношения между Лондоном и Тбилиси. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров выразил надежду, что новое правительство Великобритании будет проводить практическую линию без попыток идеологизировать и политизировать российско-британские отношения. А официальный представитель МИД Андрей Нестеренко предлагает начать все с новой страницы в двусторонних контактах. Сработает или нет тактика «все забудем», «все сначала» – неизвестно. Ведь Великобритания – чуть ли не единственная в Европе страна с жесткой и непоколебимой политикой, говорят эксперты. Именно за это она и не попала в список друзей России. Это будет отношаться для Великобритании, что или же им придется торговаться с Россией на условиях России, что маловероятно, или же будут стараться все более активными на европейском континенте. Потому что сценарий, который Россия приготовила для Великобритании, в более таком дальнем будущем означает превращение Великобритании в некую провинцию. Сам премьер-министр Кэмерон о России ничего не говорил с августа 2008 года. Представитель одной из старейших демократий мира поддержал одну из новейших. Так писали британские СМИ о визите Дэвида Кэмерона в Тбилиси во время российско-грузинской войны. ...правительского правительства занять еще более жесткую антироссийскую позицию. Призвал исключить Россию из... Историиild... ...эти СМИ о спереди... ...эти СМИ ...эти Зависи